Традиционно в конце года учёные Ульяновской области делятся своими результатами полевой работы на естественно-научной конференции. В этом году она прошла в 25-й раз. Во время конференции по традиции подвели итоги конкурса «Находка года-2023». В финал вышло четыре победителя. Так, на протяжении многих лет ульяновский зоолог Елена Артемьева обнаруживает новый для нашего региона вид улиток. На этот раз она нашла морского моллюска Лунелла Короната, который, как правило, обитает в Красном море у берегов Юго-Восточной Африки. На территории посёлка имени Карамзина в октябре прошлого года была обнаружена раковина улитки, которая характерна для Индийского, например, океана. И учёные предполагают, что вот эта молодая особь, она попала к нам в результате прикрепления к судам. И с помощью корабля она попала каким-то образом сюда. Также в Сурском зоологическом заказнике была обнаружена новая для региона и по Волжье в целом моль-малютка. Обнаружена она была Юлией Сергеевной Волковой и Сергеем Крючковым. Орнитолог Андрей Москвичёв открыл девять видов стрекоз новых для региона. Самой древней палеонтологической находкой стал зуб акулы мелового периода, который был обнаружен музейным работником Юрием Валкиным, тоже в районе посёлка имени Карамзина. Она отличалась от своих родственников необычными зубами, пригодными для дробления животных, покрытых панцирем. Результаты полевой работы – это не всегда открытие, но и долгая мониторинговая работа. Так орнитолог Михаил Карепов на протяжении нескольких лет наблюдает за солнечными орлами – природным символом Ульяновской области. Учёный отметил тенденцию уменьшения численности этих птиц на примере Богдановского заказника в Радищевском районе. Ситуация с кормовой базой стала хуже, и численность орлов, и успехах размножения сильно снизились. Поэтому в этом году мы здесь на конференции эту проблему будем поднимать, и потом постараемся внести какие-то наши умозаключения в резолюцию, чтобы с ними уже обратиться в Министерство сельского хозяйства и трудных ресурсов, чтобы ситуацию нормализовать. Как сказал Михаил Карепов, причинами ухудшения кормовой базы и сокращения численности солнечных орлов стало сокращение выпаса скота, увеличение распашки под подсолнечник с целью зарабатывания денег, отсутствие учёта природоохранного аспекта заказника. Профессор кафедры биологии и химии ЛГПУ Андрей Масленников рассказал, в каком состоянии находится очень ценный памятник природы – Оксаковское маховое болото в Майенском районе области. Не секрет, что у нас собрались рядом с ним строить мусорный полигон, который может оказать негативное влияние и на лесные экосистемы, и на болотные экосистемы. Ну, а это, в общем-то, недопустимо. Почему? Потому что, вы сами знаете, болото – это резервуары чистой воды. А в нашем лесостепном Поволжье, когда усиливаются засушливые условия, идёт оринизация, то есть отсушение климата. Очень важно такие экосистемы сохранять. На конференции также был презентован 24-й сборник докладов природы Симбирского Поволжья. Ирина Антонова, Геннадий Бухтояров, Олл Правда ТВ.